Реально, если разбираться, математики смотрят на мир, и мир, он математически точен. Хаос не может породить математическую точность. Значит, есть некий план, есть некая идея. Вот, кстати, та картинка, как её осмысление. Там, где ряд картинок на красном фоне, такие палки, разветвляющиеся в древо. Ну, я так понял, как вот написал в комментарии, красный фон, структура материи, да, вот искры, которые уснули. Они пришли во Вселенную, Всевышний отпустил, они ассоциируются у меня как с заснувшими искрами, как кирпичики, те, которые ещё всё строятся. И постепенно, как вот на картинке проявления искр, которые пришли по замыслу Всевышнего, создавать те механизмы для возврата заснувших искр, для их пробуждения, для возврата в духовный мир. Хорошо. Ну, а дело в том, что красный фон, он там просто потому, что красный фон будет в видеозаписи, где я буду детально рассказывать про данную штуковину. Оно называется древом Леонардо да Винчи, или древом Пифагора. Соответственно, на основании расчётов Пифагора создано такое уравнение, которое называется древом Пифагора. Причём древо Пифагора бывает, когда оно составлено из линий, а бывает, когда оно составлено из квадратов и треугольников. То называется просто древо Пифагора, а это называется голое древо Пифагора. В принципе, по данной структуре строится элементарное математическое вообще понимание. И если дальше мы смотрим, по данной же структуре в объективном мире строятся снежинки. Если дальше мы посмотрим по данной структуре идеи, которая лежит в глубине священной асимметрии и дуальность. Единоначальность, священная асимметрия и дуальность. По сути дела, здесь везде единоначальность, как бы изначальная, естественно подразумевается. Плюс сохраняется священная асимметрия и осуществляется процесс дуальности. И в начале материального мироздания, соответственно, мысли Бог, с помощью создания сварги на основании изначальной вот той линии мысли Бога, Всевышний смог испустить как бы в две стороны истанбога и числа Бога. Существование которых породило еще две развилки. Появление, во-первых, Белобога и Чернобога, а во-вторых, и истанбогу с числа Богом пришлось тоже несколько переформатироваться под состояние сварги. Поэтому там я дважды записал истанбога и числа Бога. Ну а дальше они уже преобразили, соответственно, структуру сварги. И поэтому я там написал... Почему древо с Пифагором? Размышлял тоже на этом? Да, да. Но это все из его уравнений происходит. Сама графическая конструкция. Но если реально взять ведическую символику, взять славянскую вышивку, взять руническую вязь, монограммы Одина, например, которые известны в скандинавском мире.